ПКРМ Форева. Депутат Владимир Цуркан опровергает слухи о том, что намерен покинуть партию коммунистов. Согласно его сегодняшнему заявлению нашему каналу, ПКРМ остается единым монолитным формированием во всех вопросах, в том числе и тех, что касается голосования по кандидатуре президента. Сегодня же заявление сделал и другой депутат от ПКРМ Юрий Мунтян. По его данным, Альянс за европейскую интеграцию угрожает уголовными делами членам фракции коммунистов, пытаясь вынудить их проголосовать за Марианна Лупу. Атмосфера вокруг выборов президента Молдовы накаляется день ото дня. Кое у кого из страны либеральной демократической прессы нервы сдали, и в печать пошла информация о том, что в ПКРМ назревает раскол. По данным этих СМИ, главным раскольником может стать депутат Владимир Цуркан. Цуркан эти слухи опровергает. Что касается распространения слухов, пусть они остаются на совести тех, кто их распускает. Я работаю в этой команде с 2001 года, уже 8 лет. Мы вместе прошли через многое. Все, что происходило во фракции, пусть в ней и останется. Позиция партии едина, как никогда. Мы постоянно общаемся со своими избирателями, и наши с ними позиции тоже совпадают. Старательно муссируется и информация о якобы ведущихся переговорах между коммунистами и либерал-демократической коалицией на предмет избрания президента. Несмотря на то, что коммунисты однозначно и неоднократно заявляли, что голосовать за кандидата Альянса не станут, в либеральных СМИ распространяется заявление ветерана Демпартии. Представитель парламентского большинства опять заявил, что недостающие голоса уже найдены. Я ответственно заявляю, есть группа депутатов от ПКРМ, которые хотят проголосовать за Марианна Лупу. Есть и очень агрессивные депутаты, манипулируемые Ворониным, с тем, чтобы они не голосовали. Говоря о своей встрече с третьим президентом Молдовы, Дьяков в частности заявил. Он пытался убедить меня, я пытался убедить его, но ни один из нас не смог. Обозреватели уверены, что эти заявления Дьякова – политический блеф, направленный на то, чтобы расколоть единство внутри ПКРМ. Их правоту доказывает и то, что почетный председатель ДП путается в показаниях. Сначала он говорил о 16 депутатах-коммунистах, которых Альянс удалось склонить на свою сторону. Теперь речь идет только о трех членах фракции ПКРМ, якобы готовых голосовать за Марианна Лупу. Коммунисты, между тем, не устают повторять, что не поддержат ни одного кандидата Альянса на пост президента страны, включая лидера демократов, который в новом парламенте полностью солидарен с либералами. Согласно заявлению ПКРМ, это было бы равнозначно голосованию за дестабилизацию ситуации в стране и антисоциальные меры, проводимые Альянсом. Позиция всех наших сторонников единогласна. В сложившейся ситуации голосование за кандидата в президенты от Альянса за европейскую интеграцию является синонимом голосования за ухудшение социально-политической и экономической ситуации каждой молдавской семьи, является синонимом голосования за кризис, является формой самоустранения с политической арены исчезновения как политической партии. Мы не видим сегодня оснований для своего участия в голосовании. Мы не убеждены, что эти основания появятся в ближайшее время, как не появились они до сих пор. Но все может быть сугубо теоретически. Но еще раз повторяю, за кандидатуру от Альянса мы голосовать не будем. До тех пор, пока эти политики не сменятся, до тех пор, пока Альянс не будет гарантировать последовательность своей политики, а о голосовании не может идти и речи. Они твердят о нестабильности и обвиняют нас. Нестабильность не наших рук дела, а того самого руководства, которое отказалось от социальной политики, которую все эти годы проводило коммунистическое руководство. Сегодня некоторые работники СИБА распространили открытое письмо в том, что их заставляют давить на депутатов-коммунистов с целью вынудить их голосовать за кандидатуру на пост президента. О тех же неделикатных методах, к которым перешли коллеги из Альянса, говорил и Юрий Мунтян. И в кулуарах, и в неофициальных разговорах нам постоянно угрожают уголовными делами. Говорят то о пяти делах, то о двадцати. Согласно букве закона, у депутатов есть еще время до 11 ноября, чтобы избирать главу государства. В противном случае парламент 18-го созыва должен быть распущен и назначены досрочные выборы.